Привет, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу как слегка повести фпс в ретернал, а также избавиться от лагов и фризов. Покажу настройки графики, которые на картинку практически никак не влияют, а фпс бустится, как в моем случае на кадр в 40 больше. Ну и конечно же для любителей трассировки лучей покажу отличную картинку со стабильными 60 фпс. А после настроя графики перейдем в саму винду и слегка оптимизируем под игру. Работает как на десятке, так и на виндовс 11. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Еще где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на виндовс 10, 11, может быть офис или вообще антивирус, рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочки на магазин с ключиками будут в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, настройки, переходим на вкладку видео, режим отображения, ставим полный, экран, разрешение экрана, пас, отношение к твоему монитору. Если у тебя слабая либо средняя система, то есть менее 60 фпс, есть один способ, как это можно исправить очень быстро. Способ понижаем слегка разрешение, допустим на один пункт. Ставишь 1600 на 900. Если нужно еще больше кадров, самое лучшее разрешение, конечно же, это 1280 на 720. Картинка ухудшается, картинка становится супер пиксельная, но фпс прибавляется почти в миллиард раз. Далее переходим на графика и начинается самое интересное. Вертикальная синхронизация, тут по желанию я лично ее отключаю. Ограничение частоты кадров, я оставляю на 150. Оптимизация экрана, то есть DLSS, FSR и все эти динамические изменения разрешения. Сама технология DLSS с предустановкой на качество бустит около 15-20 кадров. Если у тебя видеокарта от AMD, либо не RTX серии, то включаешь, конечно же, FSR и ставишь для начала лучшее качество. Оно бустит так же само, 15-20 кадров, картинка остается максимально отличной, а кадры просто так вырастают. Условно, конечно же. Если нужно еще больше кадров, ставишь качество, но ставить ниже качество я не рекомендую, потому что картинка уже заметно ухудшается и играть не так приятно. Четкость DLSS на FPS в этой игре никак не влияет. Я бы сказал еще более, что саму четкость я вообще не вижу. Встал на 100%, встал на 0%, как-то если есть разница, то настолько минимальная. Поле зрения на FPS никак не влияет, правда, если поставить на минус 10, где-то кадра 2 мы потеряем. Если поставить на 0, либо на 15, то FPS остается прежним. Качество освещения. Кушает порядка 5-7 кадров. Это мы сравниваем низкое и эпичное. Остальные параметры, такие как высокое, среднее, кушает так же сам FPS, как и эпическое качество. Я лично оставляю на низкое, но если ты хочешь поставить выше, то рекомендую ставить высокое. Эпическое не стоит, потому что будут замесы, какие-то могут быть проблемы и так далее. Качество теней. Кушает около 4-5 кадров. Если мы делаем сравнение с низкое, среднее и высокое, разница по FPS 1 кадр. Поэтому ставить эпическое, которое кушает на 5 кадров больше, нет смысла вообще. А поставить высокое, да, самое то. Я так и оставляю. Затенение. Эпическое кушает на 5 кадров больше, чем низкое. Высокое так же самое, как и эпическое. Но вот низкое и среднее, по сути, один и тот же FPS. Поэтому я оставляю на среднее. То есть мы ничего не теряем по кадрам, а картинка немножко улучшается. Трассировка теней. Чуть позже к этому вернемся. Отражение на поверхности объектов. Кушает около 2 кадров. Я оставляю включенным. Качество моделей. Абсолютно все параметры. Средние, высокие и эпические. Кушают одинаковое количество кадров. 2-4 кадра. В этом случае для слабых и средних систем ставим низкое. Для более мощных, допустим RTX 3060, мы ставим высокое. Можно в принципе и эпическое. Тут уже как тебе больше нравится. Качество текстур. Кушает около 5 кадров. Особая разница между низкое, среднее и высокое никакой. Поэтому я оставляю на высокое. Тоже не стоит забывать об объеме твоей видеопамяти. Если у тебя 4 гига и меньше, ставишь среднее либо низкое. Если более 4, то ставишь высокое либо эпическое. Объемный туман. Кушает около 2 кадров. Причем как и другие параметры. Низкое, среднее и высокое. Один и тот же FPS. Но я поставил среднее, потому что, как я говорил ранее, могут быть замесы, могут быть локации, где этот туман может быть кушать еще больше кадров. Поэтому оставляем среднее. Качество частиц. 3-5 кадров. Я оставляю на среднее. Глубина резкости. На FPS никак не влияет. Тут по желанию. Зернистость изображения. То же самое. На FPS никак не влияет. Свечение. 1-2 кадра. Тут по желанию. Можешь включить, можешь отключить. Интенсивное свечение. Не заметил разницу. По настройкам у нас получается как-то так. То есть, у меня на эпических настройках было около 65 кадров. В 2К разрешении. Без DLSS. Вот уже с этими настройками. Где я включил оптимизацию. Кое-что отключил. Кое-что включил. И получил где-то на кадрах. 40-50. В общей сложности больше. А картинка я сравнивал. Плюс-минус такая же самая. Ну, где-то там есть чуть хуже. Где-то чуть больше мыла. Но, тем не менее. Все эти текстурки и освещение выглядят очень даже неплохо. Тем более, есть такие сценки. Допустим, у меня 100 фпс. И в каких-то локациях понижается до 68. То есть, если у меня был бы общий фпс кадров 70. То, естественно, по итогу я бы получил кадров 50. Теперь то, что касается трассировки лучей. Трассировка теней. Кушает низкий и средний 5-6 кадров. Точнее, как низкий и 5, средний и 6. В среднем у меня получилось как-то так. Если поставим выше, у нас даже идет предупреждение, что мы пока не справимся с этой трассировкой лучей. Но, тем не менее. Если ставим мы высокое, либо эпическое, мы теряем около 10-15 кадров. Это очень много на самом деле. Ну, для моей системы и для моего количества кадров. Поэтому я играл с трассировкой. Ставил на среднее значение. Если у тебя RTX 2060, 2070, но у тебя есть большое желание поиграть с трассировкой лучей. Ставишь, конечно же, низкое. Для видеокарт RTX 3060 Ti ставим среднее без проблем. Если у тебя разрешение Full HD, можешь ставить еще выше. Потому что эта карточка, по-моему, на Full HD мне бустит около 40 кадров сверху. Просто чисто из-за разрешения. Трассировка лучей отражения. Абсолютно все отражение, низкое и среднее, кушает около 10 кадров. Если мы ставим высокое, либо эпическое, то чуть больше. Там около 12-14 кадров. Поэтому с отражением низкое ставить по большей части нет смысла. Если включаем, то ставим на среднее. Хотя бы будет более-менее отражение. И с помощью этих настройщиков я получаю на своей системе стабильные 90 кадров. Чаще всего во многих локациях превышает за сотку, но в среднем 90 FPS. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили график в самой игре, мы качаем архив по ссылке и описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки. Настройка видеокарты, очистка и твики реестра. А также приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator, либо командная строка. Нажимаем да. Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схема питания. Показать доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Если игра у тебя в стиме, открываешь стим. Библиотека. Представим, что это у нас Returnal. Нажимаем pkm. Свойства. Выбираем галочку с игровой кинотеатр. Переходим на локальные файлы и нажимаем обзор. В моем случае игра куплена за корсарские рубли. Я нажимаю pkm. Расположение файла. Находим приложение Returnal. pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокой DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok. Применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm. Копировать. В нашем архиве открываем ярлык аппаратное ускорение. Если на твоей системе доступно аппаратное ускорение, можешь его включить. Чаще всего это повышает производительность во многих играх. Но лучше всего оно работает в том случае, если у тебя видеокарта слабее, чем процессор. Если наоборот, то включать особого смысла нет. Нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. Приложение Returnal. Нажимаем добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем pkm на пуск. Диспетчер устройств. Системные устройства. А опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Настройки. Создание клипов. И если вдруг у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно отключаем. Нажимаем крестик и закрываем. Теперь нам нужно слегка настроить и оптимизировать твою видеокарту под игру. Для этого открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки для AMD, для Intel и для Nvidia. Начнем с Nvidia. Открываем первый подпункт. Качаем последнюю версию драйвера для твоей видеокарты. Делаем установку и перезагружаем систему. Далее открываем Nvidia Drivers Settings. Переходим на регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Далее управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Глобальные параметры делают настройку абсолютно для всех игр. Либо же программные настройки. Здесь мы можем сделать настройку под определенную игру. В списке находишь Returnal. Если допустим ее здесь нет, нажимаешь добавить, обзор. Переходим в папку с игрой и приложение Returnal открыть. И после этого по картиночкам делаешь настройку. Здесь все подробно я расписал, показал. Думаю каждый с этим разберется. Есть видеокарта у тебя от AMD. Открываем папку AMD Radeon. То же самое, первый подпункт. Качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Далее делаем минимальную установку. Открываем AMD Driver Settings. И делаем настройку по картинкам. Есть у тебя встроенное графическое ядро от Intel. Здесь у нас тоже есть две картиночки. И делаешь настройку. В нашем архиве открываем папку Очистка. Delete Temp Files. Удаляем временные файлы Windows. Нажимаем Shift, Delete и Enter. Возвращаемся назад. Backspace либо стрелочка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. Далее отмена. И возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем Disk C. ОК. Здесь нажимаем Очистить системные файлы. Снова выбираем Disk C. ОК. Ставим везде галочки. И нажимаем ОК. Удалить файлы. Ждем пока все это очистится. Занимает по сути не так-то и много времени. Открываем приложение MSI Mod. Нажимаем PKN. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. И просто закрываем. Tweaky Reestra. Открываем папку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть бэкапы. То есть если допустим ты отключил DVR. И тебе нужно будет его включить. Открываешь бэкап. И активируешь эти два файлика. Это же касается и остальных файлов реестра. Здесь у нас есть для рукастых. Можем все это вручную вернуть. Также красиво расписал. Можешь почитать как что сделать. А также в картинках. Все достаточно удобно. Понятно. Как, что и зачем. Первые два файла реестра. Отключает Xbox DVR. Нажимаем PKN слияние. Game DVR 2 PKN и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза LKM либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Отзывчивая систему PKN слияние. Сетевой троттлинг мы пропускаем. Системный приоритет. Тоже нажимаем PKN и слияние. В нашем архиве открываем ярлык Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем включенным. Записи. Все что здесь у тебя будет указано. Все это ставишь на самое минимальное значение. Переходим на главное. Конфиденциальность. А опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне-крайне редко. Такие как Xbox, Xbox Game Bar, калькулятор, карты и так далее. Все это можешь спокойно отключать. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.